Героев Отечества сегодня чествовали и в Северодвинске. К памятникам города возлагали цветы, а к Вечному огню заступил почетный караул из воспитанников военно-патриотических клубов. Героев социалистического труда поздравил глава города Михаил Гмэрин. Караул, заступить! Делай раз, делай два, делай три! Смена, поставь шагом, марш! Почетный караул у Вечного огня сегодня несут воспитанники военно-патриотических клубов 21-й и 30-й школ. К памятнику возлагают цветы, а объединение поисковых отрядов за родину совместно с отделением ДОСААФ устроили автопробег по местам воинской славы города. Это вот Вечный огонь, далее мы перемещаемся на остров Ягры, братское захоронение, да? Далее у нас Кудьма, то есть там стоит мемориал, значит, погибшим жителям деревни Кудьма, ушедшим на фронт. На Аллею Героев пришли ученики 1-й прогимназии, 14-й гимназии и 9-й школы. В данном случае мы первый раз пришли на Аллею Героев, но у нас еще есть такая славная традиция, мы уходим к памятнику, возлагаем цветы к памятнику Александра Торцева, который рядом с нами и шествован, от которого мы осуществляем. Я считаю, что это очень важно, очтить память людей, которые когда-то совершали какие-то подвиги ради нас, из-за которых мы сейчас живем, и это очень важно помнить, что именно они, именно благодаря им мы имеем возможность радоваться жизни. День Героев Отечества учрежден в России в 2007 году. В этот день чествует память славных предков, а также поздравляют ныне живущих героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия. В Северодвинске поздравления принимали и герои социалистического труда. Они были приглашены на встречу к главе города, где Михаил Гмырин поблагодарил гостей за активную позицию. Мы действительно равняемся на вас. Те, что пожелания сегодня есть, мы будем стараться исполнять, особенно то, что касается благоустройства, решения вопросов для наших ветеранов. Надеюсь, что вместе с вашей помощью все у нас обязательно получится. От главы города северодвинские герои труда получили памятные сувениры. Михаил Брюхов, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.